Дима известен тем, что ему последнему объявил санкции Обама. Хапунская трагедия – это когда папа Рикша, мама – гейша, а сын – мойша. Блин, надо было терняшку одеть. Я зарабатываю деньги тем, что мне никто не стоит над головой и не говорит, как это делать. У меня есть такие картинки, где я, допустим, делал человека, с которым я потом встретился. Или с какого-то состояния, которое потом происходило. Это правда. Из Парижа до дома, блин, и застряли в Гамбурге. Это было больше 30 лет назад. Русский человек здесь был то же самое, что домашний ядерный реактор. Большую половину жизни здесь провел уж. Гамбург находится на геомагнитной аномалии. В общем, фишка такая, что магнитное поле Земли. О, я же тебе говорил, что я время заморозил. Академия немножко закостеневшая, потому что там все-таки делают мастеров. А мухи давали думать. Да не знаю, что я заслуженный художник Зимбабве. У меня справка есть. Байку расскажу. Байка дико классная. Да, ребят, ну выставки, это же рутина. Вы же меня в такие места отправили, блин, где было хорошо. Я же там молодой был, веселый. Здравствуйте. Мы хотим сегодня рассказать вам про художника Павел Эрлих, который родом из Одессы и который оказался в Гамбурге в 91-м году по воле рока. И он до сих пор здесь, и он живет здесь, и он чувствует себя в своей тарелке. Он творит, он живет и зарабатывает искусством. Ку-ку. Это такое большое пространство, где находился во второй половине 19-го века построенный военный гарнизон Драгунского регимента. Потом была немецкая прусская полиция, потом после полиции здесь была просто Кайзеровская полиция, потом пришел Адольф, и здесь была самая страшная государственная тайная полиция гестапо. После этого здесь был лагерь для перемещенных лиц, потом опять полицейская академия, потом это отдали Гамбургскому университету, и здесь были лаборатории Института океанологии. Потом после этого на некоторое время это отдали Гамбургской киношколе, это было уже в 98-м году, и здесь работал один российский режиссер Александр Мита. Благодаря ему я здесь когда-то въехал в подвал, и в этом подвале там были когда-то застенки, ну, керкер, камера там, и оставались шконки, которые опускались, я на них раскладывал картины, работал, и через некоторое время у меня вдруг там была тяжелая энергия, начали стонать стены. Я понял, почему это, потому что здесь в стенах, здесь дымовые трубы, они просто в них вмурованы, да, а сверху они не выходят через крышу, и крыша, когда ветер играет, да, она колеблется туда-сюда, и воздух ходил туда-сюда, но из стен начали доноситься стоны, я собрал вещи и уехал в другое ателье, но там у меня было визьон, появился, появился, передо мной появилось лицо в отблесках пламени, и это был красный дух фрапат, ну, вот этого здания, да, потому что здесь вот напротив были первые казни коммунистов, которые там островлюда в здании суда, здесь люди эти томились, ну, и вот за 12 лет мы умудрились в этот страх и ужас, который укрепился в стенах, как-то, знаешь, с помощью креации, веселья, у нас здесь есть выставочные залы, есть комнаты, есть, ну, бар, я не знаю, гастрономия, то есть здесь положительная энергия, она все-таки вошла, мы открыли это наружу, дом был перестроен, и, в общем, да, вот так пытаемся изменить историю, даже работая с объектами, а сейчас я еще кое-что покажу. В общем, Паша ищет формулу бессмертия, он решил заморозить время. Как ты себя ощущаешь в Германии в своей тарелке? Да, абсолютно, я дома, я с менталитетом очень сильно лажу, у меня, ну, как, дома была прусская атмосфера, ты что, я, ну, есть семьи потомственных военных, понимаешь, то есть еще, блин, у бати такая фамилия странная, я же под псевдонимом живу, то есть Эрлих – это псевдоним. А какая она? А фамилия моя слишком известная, чтобы ее называть. Помните, есть выражение русское «жизнь – жестянка»? Я вот это вот пошел в жесте, нашел весь этот надпись. Класс. Ну, типа, я сначала подумал, что они неправильно. Символично. Что они неправильно просто написали, что безграмотно я какой-то писал по-английски, не знаю, вместо «life». А потом я понял, что это же, это указание, живи. Где родился, откуда родом? Из Одессы. Блин, надо было терняшку одеть. Фуражку, капитанку и шарф. И назваться сыном турецко-подданного. Остапом Сулейманом Марией Бертой Бендербейм. Замечательный город. Да. Есть одесский акцент, это же русский язык с немецким строением фразы. Я имею вам сказать «за». И ты так говорил. В 90-х. И хаппиненс изагн. В 90-х это было. Вообще просто говорил. Мы очень гордились этим. В каком году ты в Питер попал? Я в армию туда попал. То есть ты в советской армии был? Конечно. Я в Питере служил в генштабе. В генштабе? Прикинь. Кем? Я видел секретную карту. Так, значит, муха в Питере. Ну, я не закончил ее. Бросил? Нет, потом был обмен. Потом был обмен с студентами с Гарлемским университетом. Гарлем – это в Голландии, да? Гарлем – это главный город провинции, который принадлежит Амстердам. Харлем называется по их нему. В общем, там была тоже художественная школа. Мы поехали туда, изучали то, что они делают. И потом показывали, что мы умеем. А я в это время выходил на улицу, рисовал портретики. Нарисовал машину Вольво. Такая классная, серебристая машина, в которой пальцы в дырки пробивались. Ну, ездил. Ну, в четверем сели вот, да. Две красивых девушки, блин, два юных джентльмена. И сказали, что мы поехали обратно в Питер на своей машине. И смотались в Париж, блин. Нелегально. Классно. Представляешь, это девяносто первый год. Как раз путь прошел. Эх, когда тебе не было лет двадцать пять. Когда тебе двадцать пять лет, ты только что выпрыгнул из... Это золотой воздух. Из заповедника социализма, блин. И попадаешь в Париж, блин. Это было круто. Кайф, романтика. Ну, обратно ехали, обратно доучиваться в Питер. И машина поломалась в Гамбурге. С тех пор здесь живу. Пош, это прикол? Это правда. Это серьезно? Это правда. Зацени. Картинке больше тридцати лет. Что делает человек? В телефоне копается. Не знаю. Она дорисованная? Нет. Или в процессе? Она полностью того времени. Девяносто третий год стоит. Она законченная, да? Да. Это одна из немногих картин масс. Зацени. Тридцать лет. Да. Были тогда телефоны? Ты знаешь, я в пятом классе. На самом деле он подкуривает. Знаешь, где мы обосновались? Тогда был... Вот деньги Фертель, да? Он сейчас художникам отдан. А тогда там были такие трущобы. Мы нашли там какую-то журналистку, которая снимала комнатку каких-то бомжей, которые там жили. Реальная семейка такая социальная. Мы там поселились, блин, там жили некоторое время. Да. Потом ребята разъехались, блин, а мы с моей тогдашней подругой остались. Сначала, естественно, жизнь на кораблях. Для беженцев? Ну да, конечно. То есть раньше тоже были корабли, не только сейчас? Ну конечно. Нет, корабли были такие еще, блин. Мы жили, знаешь, в чем? С тараканами. Нет, ты даже не представляешь. Мы жили в бывшей плавучей тюрьме, которая стояла когда-то на Амазонке. Назывался Флотель Европа. Это такой, блин, серого образа, семиэтажный дом с такой вот крышей, который стоял на понтоне. Причем понтон был не просто понтон, а самоходный понтон. У него там мотор был, блин, своя электростанция. Все при нем было приделано. Значит, моя подруга попросила убежище, а я был здесь нелегальным. И я на этот понтон по канату, блин, в ноябре постоянно лазил к ней. Там утки, блин, как крокодилы под тобой крякают. Ты понимаешь, что если грохнешься в Эльбу, а Айнафта, ну, градуса три. В одежде, ну, в общем, можно было доплыть для спасательной лестницы, но лучше не подать. А подруга местная немка или кто? Нет, нет, девушка, которая со мной приехала, она немка. Лена Шумахер. Известная, кстати, художница. Гамбург находится на геомагнитной аномалии. В общем, фишка такая, что магнитное поле... О, я же тебе говорил, что я время заморозил. Давай туда. Отключаем? Да. Я заморозил время в холодильнике, чтобы нам не мешало проводить интервью. Продолжаем. Нормально. Да. Гамбург находится на геомагнитной аномалии. Магнитное поле Земли, оно не везде однородно. Это правда. И в некоторых местах это тяжелее, в некоторых местах легче. Разница небольшая от каких-то грамм. Но на уровне бессознательного человек это чувствует. Поэтому, если сюда приезжаешь, то здесь жопа и прирастает. Правда. Может заметил, очень сложно покинуть Гамбург. Потом поселились мы на Бланкинезе. С такими замечательными людьми. Некоторые из них реальные звезды стали. Там были такие люди. Просто прикольные. Вы знаешь Дима Ковтун? Нет. Нет, это что? Ты знаешь. О нем весь мир трубил. Понимаешь? Ему можно назвать еще полониевой звездой. Был скандал лет 20 назад. Нет, меньше. Лет 18 назад. Контрабанда полония. Отравление этого, блин, как его? Орла-то, блин, в Лондоне. Скрипаля. Скрипаля. Да. Ну, псевдоотравление. Потому что полонием невозможно отравить человека. Блин, ты это не можешь. Либо все, либо ничего. Его мышьяком отравили. На самом деле. А голову ему просто побрило миссистора. Это известная история. В общем, Дима известен тем, что ему последнему объявил санкции Обама. Это друган мой был. Ты общался в какой среде? С немцами? И больше со своими? С немцами. Блин, потом такое окружение было, мягко говоря, скажем, полукриминально. Правда, там такой народ был. Ой, боже мой. Потому что, знаешь, волна такая из него вынесла, вот по-немецки правильное слово есть, Abschaum. Да, Abschaum des Universums. Здесь было как-то смешано, знаешь, такие рафинированные интеллигенты, блин, и какие-то просто реально конченые какие-то бандюганы. В общем, время было интересно. Да, да, и вот это было смешно. Ну да, там ухо приходилось держать фостро. Ты тогда уже знал, что ты в Германии останешься? Я вообще не собирался. Ты думал, это как бы, ну, приключение какое-то просто. Ну так жизнь вообще не предприятие. Жизнь – это приключение, а не предприятие. Ты куда-то собирался? В Питер дальше или просто думал? Ну да, я думал пойти доучиться. Пойти доучиться. Да, и потом, ну, а потом я понял, что, блин, монументальная живопись, она осталась только в сакральном пространстве. Да, да. Да, а я, типа, ну, я материалист, грубый. Ну, то есть, нет, скорее агностика. В круг общения у тебя больше немцы? Да все. Все? Все. У меня лучший друг, у меня, например, вот реально лучший друг, которого я очень люблю, он откуда, ну, из Ложира. Из Ложира. Да, вот. Очень, очень, очень надежный. Второй лучший друг – марокканец. Мультик у тебя получается. Ну, марокканец, правда, по-русски, как мы с тобой говорим. Ты себя считаешь больше русским, немцем или госпополитом каким-то? Ну, я человек мира. Человек мира. Да, это точно. Потому что, ну, я не ставлю различий. Главное, чтобы человек был хороший. Угаба, кстати, у меня картинку купил. Да, и я поменял тысячу американских баксов на их местные, но через местных парней на черном рынке. И мне принесли чемодан денег. Вот реально, вот такой вот чемодан полный. Я помню, что, ну, что мне с этим делать, давайте его пропивать. У меня человек 50 художников, блин, на этом воркшопе. И у меня постоянно проезжали такие фуры с пивом, блин. В общем, было дико весело. Я влюбился в Зимбабве после этого. Я однажды перепутал страну. Прикинь. Курс какой? Ну, вот в той же самой Зимбабве поехали мы на Виктория, Фулс. Я решил слетать в соседнюю Замбию. Там рядышком сверху находится Замбия. Да, там, ну, такой аэропорт маленький. Ну, я был, скажем так, слегка навеселе. Мягко говоря. Значит, ну, денег у меня чемодан. Полетим в соседнюю страну, блин, львов и гепардов не видел. Может, на них сверху посмотрю. Смотрите, маленький должен быть, по идее. Ну, я пришел, блин, там что-то поговорился на своем прекрасном английском, блин. Блин, мне сказали, денег я дал где-то столько. То есть я считал их так. Обалденное время. Пачками, да? Я хотел, чтобы оно было вот всегда. Сколько стоит? Пару пачек, да? На, держи. Я дал денег, блин, вдруг, блин, у меня под белые ручки, блин, в такси, блин, едем час-два, блин, приезжаем, блин, здоровенный аэропорт. Я так понимаю, что мы в Харраре. Меня записывает в какой-то грабанный самолет, блин. Лещу час-два-три, потом вижу, блин, подо мной океан, блин. Я начинаю понимать, что что-то не так, блин. И прилетаю я, блин, в Гамбию. Гамбия, она находится там, где... В общем, может, представьте себе, Африка такая, да? Вот здесь вот где-то. Надо рисовать. Представьте себе, вот она... Так, как она выглядит? Вот она. Замечательная Африка здесь, блин. Короче, вот здесь вот Зимбабве, вот здесь вот Замбия. А вот здесь вот, среди вот этих, здесь много вот таких маленьких стран, здесь находится Гамбия, блин. И самолет, блин, отсюда, между тем, чтобы перелететь сюда, на маленьком самолете, он туда полетел, блин, вот здесь над океаном, блин, и приземляется. Я, значит, уже понимаю, что полный пиздец. Я так протрезвел слегка. Правда, тогда разносили. Я принял еще. Короче, короче, выхожу, там украинский паспорт никто никогда не видел. Значит, я выхожу. Я выхожу, блин, предъявляю его, блин. Он мне говорит, вам виза нужна. Я говорю, ну и вот купил билет, блин, хочу прилететь в Замбию. Тут такой народ, блин, подофигел, блин. Они говорят так, неплохо на французском, блин. Говорит, как? Ну да, вот. Так вы же страну перепутали. Короче, на меня сбежал смотреть весь аэропорт. Я объясняю, что я вот решил полететь. Ну, блин, но слегка перебрал. Ну, тут, блин, рядышком бар. Ну, какие-то доллары были. Я взял там еще с таможенниками. У них уже конец смены. Они меня там определили в аэропорту. И меня следующим самолетом отправили обратно в качестве дров. Вот. Я перепутал страну. У меня от трех этих бюргермастеров лежат приглашения. Берите немецкое гражданство, голосуйте за нас. То есть ты до сих пор, получается, в Украине? Я, блин, я же тебе объясняю. Я патриот. Я люблю свою страну. Я люблю Украину, блин. Это моя страна, это моя родина. Ну, то есть моя родина Советский Союз. Но его же обратно не построишь. Майдан, дело, труба. Работа 2014 года. Он как-то живется. Как вот этот работник занимает Дима? Или ты, как режиссер, управляешь театром, или ты просто берешь и передаешь состояние. Это зависит от задач. Вот это вот, то, что импрессионисты когда-то сделали. Ты увидел, тебя это наполнило. Вот это состояние наполнило, человек взял, приклеил на стенку. Вот у него жизнь такая, его плохо, хорошо, плохо, хорошо. Прошел мимо, его наполнило. Это подпитка энергетическая. А когда ты делаешь что-то, блин, ну дико серьезное. У меня есть картинки, я их по 25 лет делал. Ну да, там слоев, блин, а выглядит просто, ну как, можно нарисовать за полчаса, да? Ну я просто, я знаю, что там за этим. Но вот эта энергия, которая там внутри, она работает. Как будто я венчу прям. Она просто... Говорят, что в искусстве самым интересным жанром является исповедь. И самым скучным жанром является проповедь. Нет, знаешь, я зеркало. Зеркало, отражение кого лучше? Я отражаю действительность. Так или иначе, в эстетических образах я, ну как, я же живу среди людей. Самая главная эстетика. Эстетика, равновесие, композиция. Я пытаюсь уравновесить этот мир с помощью магического действия, которое называется изобразительным искусством. Ты пытаешься людям рассказать или преподать, как правильно, что хорошо, что плохо? Знаешь, мне много раз предлагали преподавать. Я просто очень хорошо знаю, как тяжела доля человека, который вот в этом пространстве художественно начинает двигаться. Это очень непросто. Правда же, если ты не родился с золотой ложечкой ванусы, то это очень непросто. И очень многие люди на этом ломаются. Пикассо когда-то сказал, если ты видишь красивое место на своей картине, обязательно замажь его, потому что оно банально. Потому что представление о красоте общепринятое, это банальность. Знаешь, что такое искусство на самом деле? Это, кстати говоря, здешняя теория. Это то место, где возникает конфликт. Вот, допустим, мягкое, твердое, жесткое, какое-нибудь тонкое. Да, вот там, я не знаю, металл, мех или пух даже. Вот когда это там кружева ржавчина, вот когда это где-то сошлось, возникает конфликт. И если это еще эстетически проработано, это так называемое высокое искусство. Остальное это просто мастерство. Я же объясняю, вот разница между творцом идей и мастером. Оно довольно-таки большое. Вот бакалавр это человек, который окрелен идеей. А мастер это тот человек, который знает, как надо это сделать. Какие у тебя еще визуальные проекты есть, кроме как рисовать под живую музыку? Я пытался с Лехой Никоновым, когда мы делали, я пытался читку. Не догоняешь, потому что очень большое количество, когда идет вербальная информация, очень большое количество образов создается. Там мультипликация уже нужданная. И благодаря этому медитативному состоянию, когда ты выходишь на состояние эйфорическое, и вот в этом эйфорическом состоянии, без каких-либо внешних алкоголя, я не знаю, чего-нибудь еще, ты находишься в состоянии так называемого высокого полета души. И вот в этот момент получается самая классная работа. Самая классная работа, которая на Ураль разлетается, которую люди так воспринимают, они как песня, они из тебя выходят. А вот те, которые ты мучаешь и тянешь, и, блин, и пытаешься создать, и что-нибудь туда вложить, чем больше там слои растут, это то же самое, только они важны очень для тебя. Они для бетрахтора, для потребителя. Офигеть, это Жан-Нур. Да, подожди, она взывает... Обалдеть. Она взывает набить... Кайф. Силебренный куб. Это Жан-Нур Д'Арк, мой любимый персонаж вообще. Да, видишь, какая вся стойненькая лошадка. Классно. А что у тебя за лампа сейчас? Обычный свет или синий? Нет, это ультрафиолет. Ультрафиолет, да. Да, они отражают просто ультрафиолет. Да, видишь, фонарик какой мощный. Даже в ференормальном свете. Классно играть. Слушай, ну очень интересная история здания. Действительно, я заметил, что вот лет за 10, за последний первый раз я был уже давно. И была тяжелая энергетика. Сейчас, по крайней мере, на этом этаже, вот у тебя здесь совершенно по-другому все это ощущается. Совершенно. Здесь действительно приятно находиться. Мы крутые. Мы рыцари света.